Это окрас называется триколор. Это епардовый окрас, новый изо всех видов кроликов. Они недавно к нам завезены. Называется епардовый окрас. Он может быть посильнее, черные пятна могут поменьше. Но отличитель от черта, что это белый животик, очень красивый. И такая вот набитая хорошенькая шкурка. Очень необычного цвета. Дальше смотрим. Вот сидит самочка, это кастер. Называется окрас кастер. А вот это долматинцы. Вот две беленькие девочки. Это долматинцы. Отлично. А они почему сейчас вот эти все самки сидят здесь вместе? Они потому что им только 5 месяцев. Как бы на производство их еще рано. Случку-то когда пускаем? Ну, полгода. Полгода, 6 месяцев. Вот они сейчас вместе пока могут посидеть. Они как бы выросли вместе. И они сидят, не дерутся. Потом уже, естественно, каждая самка рассаживается по одной. И после проверки ее упитности, самочувствия всего, уже тогда она записывается как племенная самка. Ей дается имя. И она уже сидит одна и ждет потомства своего. Отлично. Через месяц у нее будет точно такие же. От 8 до 12 штук рексы. Они не малоплодные. 8 всегда есть. Но сосков-то 10? Нет, 8. 8 у них сосков. Да, 8 сосков. Но они до 10 штук выкармливают хорошо, потому что они качают. Они не крупные у них. До того, как они начнут кушать сами корм, они молока достаточно хватают. Ну да, кролик не крупный. Ну и самочка не крупная. Нет, вы знаете, рексы так кажутся. Если рексам прибавить длину меха, то она практически... У них же так же 2 килограмма мяса, как, допустим, и Калифорния, и Новозеландия. Просто они не такие пушистые. Поэтому они кажутся поменьше размером. А на самом деле, как бы, уже в тушке в мясе это практически они одинаковые. Все бродерные породы, которые красные в Новозеландии, белые в Новозеландии, серебро, они все одинаковые по мясу. Просто это вот они постриженные такие. Бывает, что кто-то где-то родится 2 кроличенка, допустим, где-то 15. Даже такое может быть. И в избежание потери молодняка, это вот рекс леопардовый, только он без белого, такой вот окрас у них. Так, сиди, 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 сиди. Так, сиди, не трогай. А это Новозеландская красная родила 15 штук. То есть подсадили. Да, но нельзя смешивать. То есть 5 таких, 5 таких не нужно. То есть я сразу взяла гнездо и сразу ей всех подсадила от той манки. То есть у той манки осталось еще. А почему нельзя смешивать? Смешивать нельзя, она почувствует запах. О как. Когда их много, естественно, самка убирается, кладется в ее гнездо, они полежат чуть-чуть. Но не все самки, конечно, такие добрые. Но я знаю просто, каким уже можно подсадить. Каких кормить. А вот эти с темным пятнышком вот здесь и вот тот вот в крае. Да, это вот от таких же, только тюрингинский окрас вот этот вот, пятнышками он был. Вот, у них был такой папа. Он будет длинношерстный, но рассветкой как рекс. Просто попушистый. Но вы сказали, что нельзя подсаживать из разных этих самых, а тут подсаживают. Нет, а у них папа был такой. Это все из одного гнезда. А, все из одного гнезда, я понял. Порода рекса вот называется гол. То есть вот сидит их не мама, вот достаточно крупный этот. В углу, да, вот это? Да, да, это вот сидит мама. Вот у нее клеймо на ушах. Это из Белоруссии мы привозили, когда меняли племя себе вот, как бы чтобы пустить еще третью линию. А это две ее дочки уже, которые, соответственно, чуть подросли. Ну, самцов мы отсаживаем пораньше. Желательно, конечно, если на ремонтное стадо растишь уже, допустим, делать, чтобы они с мамой подольше. Ну, так сейчас, так как сезон сейчас не позволяет, еще плодиться, потому что жарко, ленько. Их можно оставить с мамой. Ну, они, конечно, вот две самые хорошие самочки я отобрала, которые мне больше понравились. Вот они с мамой пока так вот еще и выросли, уже они ее догнали. А им всего только где-то... Уже догнали практически, да. Они догнали мамку уже. Ну, потому что они, получается, на молоке постоянно. Да. Не отсаженный кролик, конечно, он растет намного больше. И напоминаю, что мы в полгода их пускаем с лучку, да? Да, в полгода. В полгода. Когда она уже... Когда после пяти месяцев произойдет возрастная ленька, после пол... Угу. В пять месяцев у них начинается возрастная ленька. Конечно, в это время организм ослаблен. То есть, может быть, и мало молока, и может она не кормить, все что угодно. Ну, как бы, в полгода она полностью сформирована. Угу. Так, переходим к другим. Татьяна, рассказывайте, что это за животное, какая-то рассветка кролики-рексы, рассветка. Ну, это кролики-рексы, да, это вот самочки молодые, в возрасте где-то, вот, может быть, одной побольше, четыре-три с половиной месяца. Это когда мама голд, чистокровная, вот, а папа рекс-леопард. И получается, они без черных вкраплений. Ну, в данный момент у меня есть заказ на такую шубку, чтобы не было черного по спине, чтобы вот она была белая и рыжая. И когда она в собранной вот в шкурках, получится очень красиво. То есть нету черных крапинок. То есть я правильно понимаю, что вам не принципиально содержать их в чистоте породы, вам принципиально, чтобы шкурки были одинакового цвета. Нет, в чистоте породы мне, конечно, очень принципиально, потому что мы и молодняком реализуем их тоже. Но когда они у меня родились, я уже знаю, зачем они будут либо эта шкурка, либо у меня заказ на молодняк, на породу, либо вот так вот. И еще знаю, допустим, уже самка кролица от одного самца. Если хорошее идет племя, я, соответственно, уже придерживаюсь тому, ну, как бы подходят гены. Вот эти вот самочки вообще очень крупные. Ну, то есть я правильно понимаю, что вот вам клиент сказал, что мне не нужно без черного. И вы раз, скрестили, да, это про шубу разговор. Вот меня в первую очередь, на самом деле, вот шубный бизнес интересует. Да, это про шубу разговор. Если, конечно, я их пускаю на продажу, но молодняк, хорошо, потом реализую, как молодняк племенной, тогда, конечно, только без этого. Но зато это получается новый цвет. Как бы в чистоте такого цвета нет. Вот такого. Но выглядят они очень красиво. Потому что вот это черное вкрапление епардовое, оно немножко в шкурке после вытянки побликнет. Как бы вот товарный вид вот таких вот чисто рыжих с белым. Таких вот нравится нам больше. Понятно. То есть вот потомство таких, оно не сохраняет, такое распадется. Все. Она может разбиться на желтый, на епардовый. Так, Татьяна, скажите, зачем вам эти самые кролики из серебро, которые... Так, ну серебро вообще это мясная считается порода. Да, конечно, у них не такая ценная шкурка, но у них очень вкусное по составу мясо. Но мы не будем ждать шкурку в 4 месяца. Здесь уже 3,5 чистых килограмм мяса. Вот хорошее серебро при хорошем откормлении, оно набирает. Поэтому, когда... То есть эти не идут на шкурку, эти идут на мясо. Да, реализация мяса... Нет, шкурка у нас идет всякая. Единственное, что из таких кроликов, у которых шкурка вот не сильно выдающаяся, я делаю внутреннюю подстежку. То есть кроличьи, внутреннюю подстежку типа пехоры, как раньше шили. Сейчас же пуховиков много, ее можно просто внутрь, чтобы она была. Ну а это сейчас, они в такую сейчас... Линьки просто не... Ну да, 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 понятно, что они еще и молодые, и еще там не перелиняли. И вот по 2,5 месяца, по 3 месяца, через 2 месяца их уже можно... Ну то есть можно не ждать там... Не могу же... Не можем же все стадо зарезать, допустим, реализовать в ноябре. Ну да. Ну и сами мы питаемся, и детям мясо нужно, поэтому у нас намного функциональнее, скажем так, кролиководство. Также мы используем вот таких вот серебро наше русское, как кормящих родителей. То есть если матерей, если рекса родила 12, ну конечно она по весу их не вытянет. Я оставляю 6, и допустим параллельно, если покрыта есть такая самка, эти выкормят до 12. То есть если таких сидит несколько самочек, я могу до 12 каждый доложить, а одну, допустим, освободить, но за счет этого она выходит мне еще там 8, да, 10 рекса. Рексам, конечно, по молочности тяжеловато кормить. Больше 8 кролчат, а этим нет. Видите, они покрупнее, посильнее, и они 12 свободно выкармливают. То есть 8 сосками, 12 они охватывают. Да, 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 охватывают. Да, охватывают. ПОМОЛОДИТАЛЬНАЯ СИГНАЛЬНАЯ 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 СИГНАМС-СИГНАЛЬНАЯ СИГНАЛ